My dear friends, всех приветствую, всем привет, дорогие друзья, я надеюсь, вы уже успели немножко соскучиться, ой, что-то у нас видео побежало, 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 и у нас сегодня на повестке дня новый обзор на город-подписчика от живой легенды, а-ля лучшего градостроителя по версии журнала Forbes Руслана Азаматовича. Вот, я не знаю, какое у Руслана отчество, но пусть будет Азаматович. А у нас тут welcome to, собственно говоря, Вашингтон, сегодня у нас на повестке дня город Вашингтон, в общем, столица, значит, этих USA, соединенных что-то в Америке, сейчас мы посмотрим этот замечательный городочек, я думаю, вы обязательно оцените его качество, проработанность и так далее, конечно же, мы с вами кайфанем, не без этого, само собой, в плане городов-подписчиков вы можете присылать их в телеграм-канал RayDuck, прям под первое сообщение, просто кидаете видос и говорите, Артем, делай обзор. Ну и, по сути, все, я через какое-то время продозрительно или не очень делаю обзор. Вот, вроде все сказал, и поехали, 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 поехали. О, нас встречает, вы уже, я думаю, слышите, такая вот музыка, одухотворенная, я бы сказал. Вашингтон, 20-й город, Country Dreams, как бы это ни было бы странно. Прототип реально Вашингтона, столица, иди на штатах Америки, самого главного города мира. Ну, по поводу самого главного города мира я бы поспорил. Самый главный город мира это Москва. Ну, незаконно, кстати, прикольно. Это Вашингтон, я несколько обзоров смотрел на него, какой-то он скучноватый. Ну, как по мне показался. Но мое мнение, на самом деле, не столь важно в данном случае. Славится такими достоверничателями, как Белый дом, там живет работа президента, капиталии, вернее, здание, где проходит заседание Конгресса США. Монумер Вашингтона, самый высокий объект города. Да, немножко в плане музыки. Так, где-то в восточном побережье США, собственно говоря, у нас встречают у нас такие вот еловые леса. Собственно говоря, потихоньку подбираемся, подбираемся к нашему замечательному столичному городу. Вот и встречают первые тут, наверное, какие-то терральные дорога. О, ну, конечно же, да. На окраине у нас тут такие вот непровинциальные, а низко-жиловые застройки частные дома. Такие типичные для Соединенных Штатов. Машинки, кстати, у Руслана тут какой-то мемод, видимо, поставлен на какие-то гоночные кары. Выглядит, кстати, прикольно. Какие-то такие болиды у нас тут разъезжают. Опять же, в плане непроработанности все, как всегда, на высоте. Как бы перекрестки у нас тут встречаются. И просто как бы в плане застройки. Хотя, слушайте, все-таки мне немножко не хватает деревьев. Особенно в этой части. Я понимаю, вероятнее всего, там их снесли под строительство новых зданий. Но, тем не менее, мне бы прям очень хотелось, чтобы там были деревья. Вот. Но это так. Это я к слову сказал. Ну, тут у нас, конечно, встречает деловой райончик. Куда же. Не без этого. Не без этого, я бы сказал. Какие-то тут рекламы всяких. Всяких компаний непонятных. Добрый кола, я тут вижу. Реклама Икеа. И так далее. Слушайте, ну, неплохо. Даже очень-очень неплохо. То есть, все прям очень выверено тут построено. И, на самом деле, прям вот такая вот. Создается ощущение. Все-таки такого, знаете, американского города. То есть, его сложно, мне кажется, перепутать. Сказать. Так это Европа. Или это там Россия. Ну, нет. Это какая-то такая Америка. Вот. На самом деле, типичная. Вот. А, квартира ФБР. Это квартира. Ничего себе. Вот не знал, кстати, что у них в Вашингтоне, что квартира. Не знал, не знаю. Я вот знаю, где офис Пентагона находится. Такое круглое здание. Только, наверное, тоже в Вашингтоне. Ну, или где-то там. О, собственно говоря, это монумент, привезенный из Египта, что ли. Или откуда там его привезли. Он чему-то там посвящен, ребята. Кто разбирается, пожалуйста, пишите. Для... Есть два стула, да? Вот, как бы, хочется пошутить. А, вот. И Руслан, спасибо тебе огромное. Монумент Вашингтона. Английский Вашингтон монумент. Облицованный Мириленским мрамором. Гранитный обелиск по 469 метров. И масса 91 тысяча тонн. Самый большой обелиск в мире. И самое высокое сооружение Вашингтония. А, а, история там, там, поставили этот пик, этот столб, там, в честь того-то, того-то, того-то и так далее. Что-то я даже про это читал, но я уже забыл, если честно. Вот. Но, на самом деле, по-моему, классно делать такие тематические города. Прям такое ощущение, прям классно создается. Только, жалко, людей тут не гуляет. Видимо, закрыли территорию на съемку какого-то очередного голливудского фильма. Опа! А че это у нас такое тут? А не он ли это? Не то самое, да. Это Конгресс США. Собственно говоря, он тут Капитолий. Айсайдинденция Конгресса. Первый камень Капитолия был заложен самим Джорджем Вашингтоном. Сегодня это одно из самых узнаваемых зданий США. Капитолий похож на собор Святого Павла немножко. Ну, там они примерно, ребята, одними тем же вдохновлялись, так сказать. Ну, на самом деле, неплохо. Правда, в плане территории я бы немножко по-другому облагородил, но, тем не менее, тоже, опять же, неплохо. Как по мне, даже кайфарики. Какой-то лур, кстати, у нас тут встречается. Хоть, наверное, офис на здании, вероятнее всего. Опа! Российского флага нет, кстати, у здания этого отеля. Что, на самом деле, очень жалко. Прямо неукоснительно жалко. Центр принятия решений. Ага. Центр принятия решений по... По принятию решений, я думаю. Тот самый Центр принятия решений по принятию решений. Ну, слушайте, да. Неплохой такой городочек. Такой даже, я бы сказал, кайфовый. Такой надемный переходик у нас тут. Кстати, Вашингтон, он же, по-моему, не хим, не населенный. Там чуть полтора миллиона только живет. Если, конечно, не ошибаюсь. А может быть, миллион. А может, и два. Честно, я как-то вот не узнавал эту инфу. Наверное, там как-то, судя по таким зданиям высоким, наверное, Руслан чем-то вдохновлялся там. Наверное, все-таки полмиллиона или миллион проживает. Ну, вероятнее, конечно, всего. Слушайте, ну, прям классно, мне кажется, на этих живых прогуляться по этим улицам. Таким вот с небоскребами, особенно там в вечернее время. А, ну, это самый Центр, да. Тут написано, что тут, собственно говоря. Опять же, такое здание. Тут модовое, интересно. Вот прям перед нами такого цвета, интересного, желтокирпичного. Я даже не знаю. Вообще, в плане зданий, прям, мне кажется, классно. Вот именно момент передан. Что, как бы, такие-таки, вроде офисные, а вроде и не офисные. Они как-то, знаете, тут расположены, ну, не хаотично. То есть, вот тут уже, если ранее были прям разделения квартала, то тут перед нами вот есть одно здание, вот прям перед нами, которое такое с маленькими домами. Это явно живое здание. А вот рядом всем, ну, явно находится офисное. То есть, как-то тут уже странное деление происходит. О, слушай, Руслан, у тебя прям респект. То есть, тут мы увидели надземный переход и подземный переход. Прям вот вообще аплодисменты, прям в плане проработанности. Очень классно. То есть, сделаны разные виды перехода через дорогу. Это прям похвально, похвально, я скажу. Какие-то тут у нас тут больницы присутствуют, собственно говоря, и так далее. Но, ребята, давайте сойдемся, пожалуйста, во мнении, что если сравнивать столицы, столица необъятной, моя необъятная родина России, и город Москва намного круче, нежели столица Соединенных Штатов Америки. Вот. Здесь, я думаю, никого вопросов не будет. Вот. А город Минск вообще, да и подавно, просто, просто это, 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 это раз, наверное, в 10 триллионов круче. Так, какой-то сад, кстати, сакурой. А, и вот, собственно говоря, наверное, то самое здание. Блин, какой мод непроработанный. Прям вообще, ну максимально. То есть, люди, наверное, прям вообще на, отвали его делали. Ну, как бы, ладно, ладно. Белый дом, официальный резидент президента США, расположенный в столице города Вашингтон. Это величество на шестиэтажное здание. Уникальность истории. Было построено в самом начале 19 века. И с тем пор служил резиденцией почти всех американских президентов. Ммм, кстати, интересно. Я бы хотел узнать информацию о каких-то американских президентов. Оно не было резиденцией. Это было бы прям, да, да. То есть, там, какой-нибудь американский президент говорит. Нет, я жить там не буду. Жить буду у себя на ранчо. Где-нибудь там, где-нибудь там в пригороде Вашингтона. Там ранчо, овечки, барашки и так далее. Какая-то у нас мечеть. Собственно говоря, я не знаю, наверное, мечеть. А может быть и не мечеть. А может быть и мечеть. И рядом же тут какое-то такое здание католической посидимости. Не, ну, ребята, ну за музыку, конечно, это вообще мое почтение. Музыка прям вообще за такую атмосферу. Как будто бы мы, знаете, с вами президенты Соединенных Штатов Америки. Это мы, знаете, там с водорокоптера летаем и смотрим на этот городочек. Ну, тоже, опять же, встречается у нас тут. Ой, кстати, классный момент. То есть, там здание строится. Вот. Прям в плане проработанности, ну, опять же, Руслан, как всегда, на высоте. Вот. Прям вот уже столько деталей мы с вами заметили. Прям таких интересных, помпетных. На окраине, само собой, тоже. Такие одноэтажные у нас тут домики присутствуют. И, кстати, по-моему, тут резиденция, резиденция, что-то, по-моему, особо-то, мне не сказать, что прям очень охраняется. Вот. То есть, я что-то даже забор... А, нет, ну, есть забор, он какой-то такой. Просто я видел, как бы, видео и фотографии с реального Белого дома. Там забор прям, да и боже. И там, как бы, караулит охранники. Ой, не охранники, я имею в виду. А, дорогие наши, там, сотрудники какой-то там, наверное, службы интересной такой, которая занимается всякими этими нарушителями и так далее. А здесь прям, знаете, приходи, не хочу. Вот это вот все. То есть, в этом плане, как бы, почему бы и нет. Вот. Но, ну, да ладно. Долагаю вам еще раз дополнительный раз насладиться. Такое, значит, эстетика. У нас тут столица США. Таким чисто американским городом. С небоскребами и так далее. Я, кстати, вот не знаю. Там вот Вашингтон разве... Какая-то речка просто идет. Я вот вижу там в конце. Вашингтон разве находится вдоль реки какой-то? Могу просто ошибаться. Он же, по-моему, находится вообще там не на берегу океана. А где-то там поодаль немножко. Вот. Хотя, возможно, там какая-то река все-таки есть. Наверное, что-то там есть. Вот это, кстати, вот мне прям нравится. Архитектурное такое-то решение. По-моему, прям очень классно. Вот именно с такого ракурса. Спасибо за просмотр. Ну, ребята, вот Руслан нам сказал спасибо за просмотр. Я вам тоже говорю спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк или дизлайк, как вам больше понравилось. Самое главное, пишите комментарии. Че-то как. Понравился город? Не очень. Там подписочку, если вдруг все-таки заинтересовало, как бы, ну, продолжить, как бы, знакомство с такими вот замечательными городами. В принципе, знакомство с, там, с завода ООНами или другими играми. В принципе, со мной. Вот. Так что еще раз спасибо за просмотр. Город мне лично понравился. Такой вот прям интересный-интересный. Я буду прощаться потихонечку. Всем спасибо. Всем пока-пока.